Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок, и сегодня в обзоре. А теперь переходим к наиболее интересной части. Не привык постоянно давить газ в пол с любого светофора. Интересное решение. А сегодня к нам в руки попал достаточно редкий автомобиль. Эта машина находится на стыке между разными классами авто. Сам производитель именует ее кроссовером, но правильнее было бы назвать эту машину все же универсалом. Необычайно широким и крупным. Встречайте! Сегодня в обзоре Toyota Venza GV10. Первое поколение. Toyota Venza была построена на платформе седана Camry. Эта машина дебютировала на американском родном рынке в 2008 году. Кстати, в США их и собирали. Конвейерная жизнь модели оказалась долгой в Соединенных Штатах Америки. Но вот в России этот автомобиль был представлен, начиная с рестайлинга 2012 года и вплоть до завершения выпуска в 2016 году. На российском рынке потребителю предлагался только один единственный вариант двигателя 2,7 литра на 185 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым автоматом полный либо передний привод на выбор. Ну а на рынке Соединенных Штатов Америки эти машины продавались еще и в варианте с V6 на 268 лошадиных сил, также на автомате и также с возможностью выбирать тип привода между передним и полным. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска это рестайлинговая версия дилерская с мотором 2,7 лошадиных сил, передний привод АКПП. Габаритные размеры этого универсала следующие. Длина 4 метра 83 сантиметра, ширина 1 метр 90, высота 1 метр 61, колесная база большая 2,77, как и снаряженная масса 1860 килограмм. А максимально разрешенная полная масса здесь переваливает за 2 тонны 300. Толщина лакокрасочного покрытия у этих автомобилей для родной краски составляет диапазон от 90-95 до 135-140 микрон, плюс-минус стандартный для Тойот, ориентированных на внешние рынки. Каталожный объем багажного отделения у Тойоты Вензы довольно большой, 975 литров, и это при поднятых спинках задних сидений. Ширина проема в его средней части здесь огромная, метр 20. Высота от фальшпола до крыши 77, ширина багажника в его узкой части 103 сантиметра, а длина при поднятых спинках задних сидений 102. Для перевозки длинных грузов вы можете сложить спинки заднего сидения, делается это прямо отсюда при помощи удобных ручек. При этом сложенные сидения образуют практически ровную грузовую площадку длиной 1,93 метра, а максимальная длина груза, который здесь поедет, будучи упертым в переднюю панель, 2 метра 70. Что касается багажника, Тойота Венза не относилась у себя на родине к премиальным автомобилям. Об этом можно судить хотя бы по качеству пластика, который используется в отделке багажного отделения, причем пластик здесь повсюду. Ворсом отделана только тыльная сторона задних сидений. Все остальное пластмассовое и жесткое. По дополнительным фишкам с правой стороны на боковой панели имеется 12-вольтовая розетка, уже упомянутые ручки складывания спинок сидений, 4 крючка, позволяющие натянуть здесь сетку для крепления груза, плафон освещения с левой стороны, дополнительные ниши для хранения с правой стороны, можно разместить аптечку и какую-то мелочевку, а с левой стороны располагается штатный инструмент. Ну а под центральной частью фальшпула у нас докатка. Ну а теперь про салон Toyota Venza. Попадая сюда, конечно, испытываешь легкое непривычное ощущение от нахождения в легковой машине с легковой посадкой подобной ширины. Естественно, непривычно такое может быть только людям, привыкшим к японским либо европейским машинам. Но ведь автомобиль-то разрабатывался на рынок Соединенных Штатов Америки, что в свою очередь нашло отражение и в плане формы сидений. Что подушка, что спинка в данном случае практически плоские, никакой боковой поддержки кресла не обеспечивают. При этом они в меру мягкие, салон кожаный, и несмотря на пробег в 213 тысяч километров, здесь он сохранился в хорошем виде. Руль удобный, кожаная отделка и механическая регулировка рулевой колонки по двум плоскостям в довольно большом диапазоне. Оба передних кресла оснащены электрическими регулировками, и если отъехать на водительском сидении до упора назад и опустить его максимально вниз, при моем росте 1,86 м, я могу болтать ногами в педальном узле и делать это свободно, не касаясь педалей почти полностью выпрямленными ногами. Так что в плане запаса пространства этот автомобиль даст фору многим. Что касается комбинации приборов, у этой машины она самобытная, не так часто подобное встречается на автомобилях марки Toyota. В чем-то приборки в любом случае перекликаются в плане дизайна, но не здесь. Центральная часть занята огромного размера спидометром, оцифровку которого можно в буквальном смысле считывать из автомобиля, который едет рядом в потоке. С левой стороны тахометр крайне непривычной формы, а справа температура двигателя и запас топлива. Все это аналоговые приборы, никаких цифровых дисплеев здесь нет. Интересное решение, часть контрольных ламп, причем довольно значительная, переехала на центральную консоль, к маленькому цветному дисплею бортового компьютера, расположенному где-то вдали от вас, на который выводится, например, информация о незакрытых дверях, либо состояние климат-контроля, температура, обороты вентилятора и так далее. Опора под локти здесь присутствует. Огромный широкий подлокотник на дверной карте, он обтянут кожей и относительно мягкий. Второй подлокотник, он же крышка центрального бокса, регулируемый по длине и крайне удачно подобранный в плане высоты. Разного рода кнопочек и клавиш в салоне Вензы отнюдь не переизбыток. Стандартный тойотовский блок стеклоподъемников, все стекла автоматические, есть память сидения водителя на две персоны, слева от рулевого колеса регулировка боковых зеркал, функции складывания здесь нет, так же как и на Highlander второго поколения. Здесь же клавиша включения-выключения парктроников, омыватель фар и система стабилизации. Подрулевые переключатели абсолютно стандартные для тойоты, пользоваться удобно, расположены там где надо, точно такой же стандартный и рычажок управления круиз-контролем. На рулевом колесе слева блок клавиш, управляющий магнитолой, а справа телефоном, подключенным сюда по Bluetooth. Центральная консоль здесь уже не родная, владелец установил сюда планшет на базе Android, и соответственно часть клавиш оказалась перекрыта наверху. Это аварийная сигнализация, клавиша Info, позволяющая листать меню бортового компьютера, клавиша Выбор, которая относится туда же, и Сетап, вход в меню настроек. А вот панель управления климатом осталась родная. В данном случае у нас есть две рукоятки, причем разные по своему размеру, которые отвечают за водительскую и пассажирскую сторону в плане температуры. Обороты вентилятора регулируются клавишей, циклично переключаются режимы направлений обдува, клавиша кондиционера, рециркуляции, подогрева заднего стекла и режим отпотевания переднего. Все плюс-минус логично и удобно в использовании. Ниже располагается управление подогревом сидений в виде своего рода поворотных рукояточек. Селектор коробки передач здесь стандартный, но расположен он под непривычным углом, типа змейка. Плюс есть секция для ручного переключения передач. Определенное смущение вызывает кнопка старт-стоп, которая здесь не работает и явно выглядит чужеродно. Если нас смотрят владельцы Toyota Venza, пожалуйста, отпишитесь, что должно располагаться в этом месте изначально. А теперь переходим к наиболее интересной части, а именно к конструкции центральной консоли. Сдвижной подлокотник, который мы уже упоминали, может также открываться, в результате чего вы получаете доступ к очень большому по глубине и объему боксу внутри центральной консоли. Есть отдельная полочка. Но самое интересное, что передняя часть консоли здесь тоже двигается. В ней два подстаканника и небольшой отсек. Очень узкий, куда можно, например, воткнуть мобильный телефон. Ее вы тоже можете сдвинуть назад, таким образом получив доступ к передней части бокса. В целом центральный бокс на Toyota Venza способен конкурировать в плане вместительности с бардачком Nissan Qashqai кузове J10. А это очень немногим автомобилям под силу. Внутри передней секции есть AUX-выход, USB-разъем для зарядки мобильных устройств, а также присутствует довольно интересная вещь. Под подъемной крышечкой есть пространство, куда можно поставить, например, некрупный телефон. Причем здесь он окажется зафиксирован. Возможно, это задумывалось как место для зарядки мобильных устройств. Если же я ошибаюсь, отпишите, пожалуйста, в комментарии. Основной бардачок у Toyota Venza тоже неплохого размера. И бумаги формата А4 сюда войдут без того, чтобы складывать их вдвое. Плюс из-за большой ширины салона и сам бардачок гораздо шире, чем мы привыкли видеть на других авто. В общем, тоже прилично место. Ну а на потолке присутствует футляр для очков. Кроме того, с пассажирской стороны присутствует еще и небольшой кармашек, куда можно затолкать, например, журнал или что-то подобное. А внизу дверной карты с каждой стороны присутствует еще и под два небольших подстаканника, либо место под бутылки. В данном случае автомобиль имеет опцию панорамная крыша. Передняя часть представляет собой, по сути, довольно узкий люк. Задним пассажирам же досталось гораздо больше света. Что касается обзорности, то вот это момент, где Toyota Venza способна наловить достаточно большое количество минусов. Первое. Здесь абсолютно невидимый капот и высокая линия передней панели. Лобовое стекло под большим наклоном, из-за чего кажется, что вы смотрите на дорогу через амбразуру. Это ощущение еще больше усиливается, если воспользоваться противосолнечным козырьком. Ограниченную широкими передними стойками обзорность здесь не спасают даже маленькие форточки. Линия бокового остекления высокая. Но самый ключевой минус этого автомобиля, как по мне, это боковые зеркала. Они очень маленькие, зауженные к краю. И вдобавок на европейской дилерской машине зеркала точно такие же, как на американцах, где законодательством запрещено ставить на водительскую сторону зеркало с широким углом обзора, так как подобные зеркала искажают восприятие дистанции до объекта сзади, благодаря чему мы получаем практически бесполезный кусок зеркального элемента слева и справа. Ситуацию не способна поправить, даже дополнительная маленькая панорамная секция. В общем, к ним придется привыкать, да еще как. Ну а с обзорностью назад в данном случае здорово выручает камера заднего вида. Что касается заднего сидения, здесь ожидаемо много места. При моей собственной регулировке от коленей до спинки сидения остается порядка 10 сантиметров. И это хорошо, потому что спинка в данном случае пластиковая. На ней присутствуют кармашки для газет или журналов. Причем как у водителя, так и у пассажира. На тыльной стороне кресла задний диван такой же плоский, как и передние сидения. Благодаря большой ширине салона здесь спокойно разместятся трое пассажиров. Единственное, что среднему будет слегка мешать тоннель, выступающий из пола. Да, и дефлекторы вентиляции, выступающие из части центрального бокса, тоже не добавят ему комфорта при размещении. Зато если вы едете вдвоем, к вашим услугам широченный подлокотник. В нем два подстаканника, огромная секция панорамной крыши. Два индивидуальных светильника, напоминающие таковые в самолете. Светильники поворотные. Задние и дверные карты в плане подлокотников практически копируют передние. Здесь также есть отделка кожи и подлокотник относительно мягкий. Внизу кармашек, но в отличие от передних дверей, сюда можно поставить только одну бутылку с напитком объемом не более чем 0,5 литра. Кстати, место для ступней под передними сидениями присутствует, хотя и не слишком большое. Однако, стоит отметить, что при нормальной посадке в этом автомобиле, ваше бедро лежит на подушке сидения, а не висит в воздухе. И это большой плюс, если вы планируете использовать этот автомобиль для дальних путешествий. Кстати, здесь есть и регулировка спинки по наклону. В данном случае, вот это будет максимально заваленное назад положение спинки. Впрочем, запас пространства над головой здесь хорош и при более вертикальном положении сидения. Под капотом российской Вензы может стоять только один единственный вариант мотора. Это 2,7 литра рабочего объема, рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и двумя верхними распредвалами. Мощность 185 лошадиных сил, крутящий момент 245 ньютон на метров. Один AR-FE. Серия AR вообще относится к одной из наиболее надежных во всей линейке моторов Toyota. Эти двигатели просты по конструкции. Есть фазовращатели на впуске и выпуске. Стоят гидрокомпенсаторы. Самый обычный распределенный впрыск топлива. Электронная дроссельная заслонка. Да впускной коллектор переменной геометрии. Вот и все премудрости. Привод ГРМ в данном случае цепной. И самое примечательное, что такие моторы практически лишены каких-то конструктивных болячек. Их ресурс далеко за пределами 300 тысяч километров пробега. В редких случаях цепь ГРМ не дохаживает до двух сотен. Как правило, она переваливает этот рубеж. Не отличается продолжительным сроком службы, разве что помпа. Но это характерный момент и для многих других автомобилей марки Toyota. Ну а шумную работу двигателя на холодную вообще тяжело относить к каким-то смертельным недостаткам. На американский рынок эти машины поставлялись еще и с 3,5-литровым V6, который выдавал 268 лошадиных сил. И это два GRFE. Такие двигатели, конечно, наделяют немаленький универсал с завидной динамикой. Но что вас ждет в случае, если вы купили неудачный экземпляр, можете спросить у владельцев Toyota Highlander второй генерации. Трех с половинчатых Camry, либо Lexus RX 350. База этого автомобиля одна и та же. В паре с двигателем в нашем случае работает и шестиступенчатый классический автомат U660. Трансмиссия в целом неплохая. По крайней мере, в сочетании с маломощным в кавычках двигателем. С крутящим моментом гораздо ниже порога, на который она рассчитывалась. Но масло в таких коробках надо менять регулярно. Регулярно это раз в 60 тысяч километров пробега. Данные трансмиссии склонны быстро изнашивать фрикционы блокировки гидротрансформатора. И, соответственно, загрязнять продуктами износа масла. А грязное масло потянет за собой впоследствии и проблемы с гидроблоком. Также на подобных коробках не отличается сверхпрочностью и упорный подшипник. Но это не мешает такой трансмиссии у нормального адекватного водителя, который не привык постоянно давить газ в пол с любого светофора, проехать порядка 200-250 тысяч, прежде чем отправиться в переборку. По каталогу клиренс у Тойоты Винзы 205 миллиметров. Однако под защитой моторного отсека насчитывается всего 19 сантиметров. Пластиковый грязезащитный фартук под передним бампером также находится в 19 сантиметрах от асфальта. До самого порога, а не до трубы, которая под ним установлена, здесь 22 сантиметра за передним колесом. То же самое и в задней части, те же 22. А вот задний бампер находится на расстоянии 28 сантиметров от асфальта. Банк оглушителя в данном случае аккуратно подобрана практически в габарит бампера. Поэтому зацепиться чем-либо паркуясь задним ходом на Тойоте Винзы у вас вряд ли получится. В целом клиренс неплохой, но делайте поправку на большую колесную базу, ограничивающую проходимость этого автомобиля. Что касается ходовой части, Тойота Винза это мягкий по-тойотовски автомобиль. Его ходовая часть заточена больше под комфорт, а не под управляемость. По конструктиву передняя подвеска представляет собой Макферсон. Шаровые опоры к рычагам крепятся на болтовом соединении и меняются отдельно от них, без снятия самого рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае у нас крепится на подрамнике. Доступ к его креплениям присутствует, но не очень удобен. Рулевая рейка в данном случае электрическая, это хорошо, никаких гидравлических магистралей, сопутствующих этому делу протечек. Судить об антикоррозийной обработке этого автомобиля достаточно тяжело, но видно, что следовые количества герметика и антикора присутствуют в основном на швах кузова и в районе порогов. Само днище у этого автомобиля практически ничем не обработано, что особенно хорошо видно, поскольку это переднеприводная версия и центральная часть днища вся открыта обзору. Отсутствующий кардан здесь не мешается. Расположенный в задней части топливный бак имеет относительно небольшой для такого автомобиля объем всего 67 литров и он стальной. Имейте в виду, на предмет коррозии бак и горловину лучше осматривать внимательно. Пружинный амортизатор объединены в одну стойку. Здесь по два поперечных и по одному продольному рычагу с каждой стороны. А задний стабилизатор поперечной устойчивости имеет очень тоненькое сечение прута и выглядит, скажем так, не слишком солидно. Для столь крупного авто задние тормоза здесь дисковый, а вот стояночный тормоз воздействует на маленькие колодочки внутри барабана. Таким мы увидели сегодня универсал Toyota Venza. Надеемся, после просмотра этого обзора у вас сложилось общее впечатление о том, что представляет собой подобный автомобиль. Если же у вас была такая машина, есть большой опыт ее эксплуатации и вам есть чем с нами поделиться и в чем нас возможно поправить, все это пропишите в комментарии, чтобы другим нашим зрителям было проще делать выбор. Если речь идет о покупке подобного авто, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!